Всем привет! В этом видео я покажу несколько своих недавних покупок для всяких моих хобби и творчества и расскажу свои впечатления о них. Сразу скажу, что все ссылки на эти товары будут в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании к этому видео, поэтому если вас что-то заинтересовало, там можно найти. Это, если что, не реклама, просто я сама себе купила всякие товары и вот буду их использовать. И первые две покупки это два таких вот больших макетных коврика, которые я планирую использовать для подложки на стол. У меня на столе вообще лежит такая подложка в виде карты, но она уже довольно старая и она рвется по краям. В общем, я решила попробовать использовать коврик. На нем еще и резать можно сразу что-то ножом, мне кажется, это удобно. У меня есть такие коврики меньших форматов, есть формат А4, но вот это я взяла формат А2. Он как раз должен у меня на стол поместиться. И первый я вот уже открыла, это такой лавандовый цвет, он был свернут в рулончик, что не очень хорошо, потому что он неровный, из-за этого нужно его теперь выпрямлять. А второй был вот так вот упакован в картон, такой красивый бирюзовый цвет. Этот цвет мне нравился больше всего, я вот его, наверное, больше всего хотела купить, но выбирала между разными цветами, было очень много вариантов и в итоге заказала два. Мне их свойства именно как мата для резки были не особо важны, потому что много резать я на них, скорее всего, не буду. Мне важно было, как они выглядят. Ну и, кстати, по толщине вот этот лавандовый толще, чем бирюзовый, но бирюзовый зато более жесткий, и вот он уже сразу плоский, это мне, конечно, понравилось. Но в целом, если лавандовый полежит на плоской поверхности, тоже должен расправиться, потому что он довольно мягкий и, наверное, легко выпрямится. И сейчас покажу. Вот так мой стол выглядит сейчас. Здесь лежит этот коврик в виде карты. Я его пока уберу, хотя еще, в принципе, если что, можно его будет вернуть, и выбрасывать я его не планирую. И первым я решила попробовать положить лавандовый коврик. По формату он побольше, чем мой прошлый коврик с картой. Здесь вот видно, что коробочка, обклеенная марками, не влезает теперь просто на стол, она теперь на коврик наезжает. Но в целом это не проблема. И я вот решила его перевернуть, потому что еще видно, что он волнистый, и, наверное, так будет лучше. Собственно, ставлю обратно эту коробочку, ставлю обратно свою клавиатуру и мышку. Собственно, выглядит это все так. Мне кажется, что бледноватый цвет все-таки, и черная клавиатура как-то не очень на нем смотрится, и еще мне не очень нравятся здесь пунктирные линии на этой стороне. Но, в принципе, можно будет потом перевернуть, когда он распрямится. И пока поменяю на другой вариант, который мне изначально нравился больше еще на картинках. Это вот такой бирюзовый. И вот у бирюзового, кстати, черные линии, они даже такие темно-серые. И вот они как раз с черной клавиатурой смотрятся как-то более органично. Ну и вообще более яркий цвет мне нравится больше, и он сочетается с моими вещами, которые тоже тут всякие разноцветные. Так что оставлю пока этот коврик. Ну, а второй пока отправлю распрямляться. Теперь переходим к моей следующей покупке. Это вот такой альбом для банкнот. На самом деле я его купила не для банкнот, а для стикеров. Сейчас у меня листовые наклейки в основном лежат в разных папках. Есть папки вот такие с ячейками, есть папки формата А5 на кнопке. И некоторые я еще храню в обычных фотоальбомах 10 на 15. Но они очень тонкие, и от частых перелистываний они мнутся и рвутся. Поэтому я купила вот такой альбом. У него более жесткие ячейки. Они сделаны примерно из такого материала, как вот бывают обложки на паспорт или на документы какие-то. И мне кажется, это более долговечный вариант. Но посмотрим, как будет в использовании. Здесь получаются такие вот прозрачные кармашки. Формат влезает примерно 10 на 17. Ну, там плюс-минус. И это получается формат больше, чем А6. Ну, меньше, чем А5. В общем, какой-то такой промежуточный вариант. Вот некоторые листы стикеров сюда идеально влезают. Некоторые еще я там подрезала, которые были широкие. Но в целом, мне кажется, неплохо. И здесь прозрачные ячейки. В одну ячейку можно положить, например, сразу два листа или несколько кусков листов, если они порезаны уже. В альбоме 24 ячейки. Соответственно, можно 48 листов стикеров сюда поставить. При желании в одну ячейку можно поместить и больше, чем два листа. Я просто раскладывала так, чтобы было видно каждый из них. Но если это не надо, то влезет и больше. Возможно, я потом докуплю еще такой альбом. Но сначала попробую его использовать. Если мне понравится, то куплю еще. Такой альбом стоил примерно 340 рублей. В целом, не очень дорого. Не сказать, что супер дешево, но нормально. Я очень долго искала вообще всякие варианты. И мне еще попадались вот из такого же материала, как эти ячейки, отдельные листы для папки на кольцах формата А5. Но там получалось, что 10 листов стоят примерно 300 рублей. Они, конечно, большего формата, но все равно получается не очень дешево. И к ним еще, соответственно, сама папка тоже нужна. Ну, может быть, потом такое и куплю, потому что мне очень нравятся вот эти плотные ячейки. Их приятно перелистывать. Вот так я пока заполнила этот альбом. У меня еще остались стикеры, которые сюда не поместились. Но в целом я довольна тем, что получилось. И переходим к следующей покупке, примерно такого же типа. Это набор папок с уже встроенными файликами формата А5. Как раз тоже хочу попробовать их использовать для хранения стикеров. Но здесь совсем тонкие файлики. Мне кажется, они будут быстро рваться. Ну, узнаем. Зато набор из четырех папок стоил примерно 300 рублей. Это, в общем, довольно бюджетно, если сравнивать вот с теми твердыми листами для папки на кольцах, которые я пока не купила. И я вот начинаю заполнять первую папку. В нее я буду вкладывать свои авторские стикеры. У меня в магазине продаются разные виды стикеров с моими фотографиями. И я сама их тоже люблю использовать. У меня вот есть даже по несколько одинаковых уже начатых листов. Я все это отсортировала и теперь раскладываю по ячейкам. Там, где несколько одинаковых, я могу даже вложить в одну ячейку несколько. Это стикеры формата А5. И они идеально влезают в эту папку. Я заранее не была уверена, что они вообще влезут. Но все отлично. Такой формат помещается. В одной папке 20 файликов. Соответственно, можно положить, например, 40 листов стикеров, если по два в одну ячейку закладывать. Ну, либо больше, если закладывать больше. И дальше я буду складывать остальные стикеры, которые у меня тоже есть. Вот, кстати, какой-то лист у меня не влез, но он был больше, чем А5 формата. Поэтому либо его подрезать, либо хранить его в той папке, где он и лежал. У меня здесь есть много уже начатых всяких листов. Я вот выбираю те, которые форматом побольше. И сейчас буду раскладывать. Те листы, которые более узкие, вот как вот этот синий, например, нужно класть рядом с каким-то широким листом. Потому что если он будет узкий, то будет плохо пролистываться этот файлик. Поэтому тут надо смотреть. Но в целом, пока мне все нравится. По крайней мере, так будет удобнее листать, чем доставать каждый раз все из папки. Хотя, с другой стороны, удобно убирать все в папку. Не нужно потом искать, с какой ячейки я что взяла. Так что у любого метода хранения есть свои плюсы и минусы. Ну вот, посмотрим, какой вариант перевесит. Возможно, мне не понравится. Я потом все верну обратно в те вот конверты на кнопках. Которых у меня, в общем, тоже много. И все равно они остаются, потому что есть какие-то еще неформатные стикеры. И не все у меня пока влезли в эти альбомы. Там, кстати, осталось много такого среднего формата, который больше, чем альбом для банкнот. Но меньше, чем вот эти папки формата А5. И вот куда эти листы класть совершенно непонятно. Может быть, реально они так и останутся в папке на кнопке. Ну или я что-то придумаю, пока не знаю. Еще, кстати, бывают стикеры формата А4. Но вот таких у меня не очень много. И они пока просто так лежат, без каких-либо папок. Вот так это все пока выглядит. Я, в общем, довольна тем, что получилось. По крайней мере, мне приятно это пролистывать и видеть, как все аккуратно разложено. И переходим к следующему пункту моего обзора. Это три вида глянцевой фотобумаги для струйного принтера. Я долгое время пользовалась бумагой кодек, но в наличии сейчас ее не нашла, поэтому решила проверить три других варианта. И купила три пачки бумаги по 50 листов формат 10 на 15. Две из них от производителя Брауберг и одна от производителя Фумико, если я правильно считаю это название. Я просто ставлю эти листы в принтер и печатаю одни и те же фотки. И еще дополнительно добавила туда лист бумаги кодек, чтобы сравнить с тем, что у меня было раньше. И сейчас будет слепое тестирование. Я там на обороте подписала все листы, поэтому потом узнаем, какая победила. И я разложу слева направо от лучшего к худшему отпечатков, на мой взгляд. Возможно, на камере не особо видна разница, но живьем она видна. Вот на верхней фотографии, там, где закат, должны быть более яркие цвета. По крайней мере, так они выглядели на телефоне. Это фото с телефона. А нижнее фото с сиренью я взяла с фотоаппарата для того, чтобы эксперимент был более полным. Я вообще печатаю в основном фото с телефона без каких-то дополнительных настроек, поэтому мне важно, чтобы на бумаге получалось примерно то, что я вижу на экране. И поэтому я больше буду смотреть на верхнюю картинку, потому что фото с фотоаппарата всегда лучше получаются при печати, потому что они изначально другого качества. Я все разложила, и теперь будем открывать и смотреть, кто победил. На первом месте у меня бумага Fumiko, на втором Brauburg. Они, на самом деле, примерно на одном месте, они очень похожи. На третьем месте Kodak, и на четвертом Brauburg Super Gлянцевая. Она, кстати, была самая дорогая, но при этом самая тонкая, и картинка там самая мыльная получилась. Наверное, это тот самый эффект Super Gлянца, но мне он не понравился, так что такую бумагу я вряд ли буду покупать. Kodak, в принципе, выглядит неплохо, но хуже на фоне двух новых экземпляров, которые я купила, так что, может, и неплохо, что я их попробовала купить. Первые две бумаги очень похоже выглядят на одинаковых фотографиях, вот этих конкретно, но, может, на других как-то будет иначе. Из отличий Brauburg поплотнее. Мне они принципиальны, потому что я все равно вклеиваю в блокнот, но, возможно, кому-то это важно будет. В общем, супер глянцевая бумага проиграла. Опять же, не знаю, насколько здесь на камере это вообще видно. Мне кажется, что улучшается качество, когда смотришь через экран, но живьем видно различия. Вот на Kodak, кстати, более бледные цвета, а должны быть более яркие. Но вот в сравнении это видно. Если смотреть на один отпечаток, то не особо видно. В общем, я еще буду провозить эксперименты, но, скорее всего, одну из первых двух потом куплю в большем объеме. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!